Вот так поднимаем настроение. У него гранитный камушек. Я знаю, что твое сердце, оно шелковое. Саш, моему сердцу не терпится представить гостя, которые у нас в гостях. Это Александр Макарь, заместитель главы администрации города Симферополя. Доброе утро. Доброе утро. Как началось утро нового дня, Саш? Непросто, учитывая, что проснуться пришлось достаточно рано, чтобы приехать к вам в гости. Но я думаю, это того стоило. Ну, мы-то люди привычны, нам уже не привыкать. Саш, вопрос. Ну, я знаю, что наши, так сказать, наши убители-то не покинули, но временно сменил, так сказать, прописку. И один из таких актуальных вопросов – это местное самоуправление. И в этом году проводятся конкурсы между местными самоуправлениями. Вообще, что это такое за определение самоуправления? Я думаю, далеко не все знают. Ну, это территориальное общественное самоуправление. Далее можно просто аббревиатурой ТОС. Уже все достаточно привыкли к этому. Успешный опыт, который зарекомендовал себя на территории всей России. Естественно, он пришел в Крым. ТОС – это объединение жителей определенных домов, улиц или даже нескольких улиц, которые помогают им обозначать сложности, некоторые проблемы, доносить их и, соответственно, определять пути их решения и в итоге решать. До 2014 года была такая практика? Нет, в Крыму не было такой практики до 2014 года. Хочу сказать, что не только проблемные аспекты обозначают ТОС, но это и совместный досуг, это времяпрепровождение и какие-то позитивные моменты, которые позволяют в первую очередь объединить людей, которые проживают на конкретной территории. Вот такое добрососедство. Вот Симферополь большой, например. У нас есть какая-то статистика, сколько этих ТОС на нашей территории города? Ну, на сегодня официально зарегистрировано 74 территориальных общественных самоуправления и в разработке еще находятся, вот мы помогаем людям, они разрабатывают свой устав, еще 9 таких организаций. То есть кто этим занимается? Вот вы пришли к нам с Сашей, мы живем на соседних улицах. Мы пришли на общее собрание и подали свою заявку, чтобы стать... Да, когда, вот если вы с Сашей живете на соседних улицах, есть воля большинства жителей этих улиц все-таки собраться вместе в одно объединение, которое позволит им решать свои проблемы, да, совместно с властью, то вы можете обратиться к нам в администрацию, где вас проконсультируют в полной мере, помогут создать устав этой организации, вы определитесь с председателем, то есть с лидером общественного мнения, человеком, который будет доносить вашу позицию. И таким образом это и вас объединит, да, и поможет в том числе администрация Симферополя, да и в принципе власти всего полуострова и, наверное, всей страны в решении актуальных на сегодня проблем. Саш, ну ты нас почти убедил в Стоне организовать такое мероприятие, но я знаю, что Олег Крючков с Дариной Сафоновой тоже такое организовали, и как нам теперь так, чтобы обмениваться опытом или может конкурировать друг с другом? ТОС, да, ну я не знаю... Вот конкурс, мы о конкурсах можем. Я не знаю в плане конкуренции, насколько получится конкурировать, но я думаю всему свое время однажды действительно получится ставить достойную конкуренцию, но если говорить о моментах соперничества, то не конкуренции, то это тоже здорово, потому что вот на сегодня у нас существует ряд инициатив, которые позволяют в какой-то мере раззадорить этих представителей ТОС, ну я думаю, если они подадут заявки для участия в, допустим, направлении лучший цветник, то у вас есть все шансы выиграть там за окном, прекрасные цветы у вас растут. Есть три направления, по которым мы на сегодня проводим конкурс. Первый – это лучший двор многоквартирного дома, второй – это самая благоустроенная территория ТОС, и третий – это лучший цветник. С 2017 года начались эти конкурсные, так скажем, процедуры, и на их реализацию предусмотрено порядка 40 миллионов, и на сегодня уже удалось благодаря этим инициативам установить дополнительно в качестве поощрения для ТОС 15 площадок просто. Отлично. А судей кто? А судей кто? Ну здесь определяем уже мы, потому что есть определенные критерии. по которым мы определяем, что конкретно этот ТОС заслуживает возможности установки на своей территории тот же детской или спортивной площадки. А давайте вообще определим условия, как стать ТОС. Должны быть какие-то критерии? То есть это должно быть 50 человек, 20 человек, 1 человек может состоять. Вообще какие условия для того, чтобы создать? Ну ТОС из одного человека нет, мы определили, что хотя бы как минимум двое в вашем случае. Но на самом деле первый, самый важный критерий, даже условий, наверное, это желание объединиться людей. Желание объединиться и совместно решать свои проблемы. Здесь уже не принципиально. Это может быть просто одна улица в частном секторе, или это может быть один многоквартирный дом. Или это может быть совокупность 10 домов, это может быть 10 улиц. То есть здесь уже зависит от общности, наверное, сложности, проблем, от территориального расположения того или иного дома или улицы. Как давно начали организовываться? То есть в 2017 году мы переняли такую практику с полуостров? Нет, работа с ТОСами началась, так сказать, в самом начале. То есть с 2014 года у нас организовывается и 74? Да, ну уже началась работа по формированию ТОСов. Потому что это очень действенный инструмент, ведь людям на местах зачастую виднее, где поставить, допустим, стол посвящения, или где нужна дорожная разметка, или как лучше им установить дорожку, или где лучше, здесь асфальт или тротуарную плитку. Просто приедет специалист, он ведь не живет в этом месте, он может только приблизительно понимать, как это будет лучше эстетично или с практической точки зрения. А вот местным жителям им действительно куда виднее, что где установить, как лучше будет для них. Поэтому здесь важно, чтобы эта позиция местных жителей, которая сформировалась в рамках деятельности ТОС, ее просто донесет председатель ТОС. У них абсолютно у всех председателей есть полный контакт со всеми уровнями власти. Они активно взаимодействуют с депутатским корпусом, они точно так же активно приходят в администрацию для решения совместных проблем, они оставляют заявки, они даже в телефонном режиме уже настолько сложился контакт, что уже можно некоторые вопросы решить в телефонном режиме. Это действительно упрощает работу и нам, и в то же время людям позволяет более оперативно решать все сложности, которые у них на сегодня существуют. Александр, все-таки давайте немножко о пряниках. Я все-таки считаю, что у нас в Тоне есть шанс выиграть, по крайней мере, в конкурсе цветников. Какие пряники? А я вот только что... Ну вот подробнее, да. Кроме детских площадок, что еще можно получить? В принципе, это детские площадки, 5 площадок в год у нас. Определили, с 2017 года уже установили, соответственно, 15. А если есть уже детская площадка? Я думаю, найдем общий язык, потому что, кроме прочего, есть еще и всевозможные мероприятия. Вот всесторонне абсолютно стараемся поддержать представителей ТОС, потому что люди инициативны, люди горят. А когда ты хочешь что-то изменить, у тебя есть все шансы приобрести. И это очень хорошо, потому что это не только возможность, повторюсь, решать какие-то проблемы, это еще возможность взаимодействовать друг с другом. Вот, допустим, день соседа, Саш, когда-нибудь участвовал в таком мероприятии? Никогда, я вообще не очень общительный. Вот это ваша с Антониной недоработка, потому что все-таки вы соседи можете... Кто у нас лучший цветник? Смотрите, я все равно еще хотела уточнить. Мы после того, как с Сашей объединились, мы для себя уже поняли, что мы будем вместе сотрудничать и работать. Куда нам идти? В администрацию Симферополя и заявлять о себе? И насколько сложно собрать документы? Нет, документы там абсолютно не сложная процедура. Есть шаблон, по сути, устава, где вы определяете основные моменты. Просто вписывайте. Обязательно нужно название, ребят, вам нужно подумать над названием. Уже есть какие-то идеи? За этим дело не постоит. Кстати, касательно цветника, у вас есть абсолютно все шансы выиграть, если вы успеете зарегистрировать свой ТОС. До 10 апреля можно подавать заявки. А вот что касается самой благоустроенной территории ТОС или лучший двор многоквартирного дома, то здесь вам придется поторопиться, потому что заявки принимают только до 20 января. По цветнику пойдем, да? Александр, спасибо, что вы пришли к нам в гости. Спасибо. Большое спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас был Александр Макарь, заместитель главы администрации города Симферополя. Всю эту информацию, я думаю, можно найти и в интернете, потому что все очень четко и понятно. А что же еще мы можем найти в интернете, знают наши корреспонденты, которые тщательно подбирают информацию и готовят ее для вас, наши дорогие зрители. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!